Ребята, всем привет! Новый ролик на канале Путь дальнобойщика. Хожу, осмотр машины делаю. Но не об этом речь. Короче, ролик будет такой, как я там сейчас прицеп буду ломать, все деревья сносить и будет очень неудобный заезд. В начале ролика там что-то маленькое непонятное, разговорчики туда-сюда, но потом уже будет более-менее понятно, что там происходит. Короче, приехал я грузиться в Иркутске на металлобазу и там очень неудобный заезд. Вроде и место позволяет с правого плеча зайти. Что я, прям на солнце? Вроде и место позволяет с правого плеча зайти. Ну, это на первый взгляд. Но я попробовал и у меня, короче, кабина не помещается и тем более ветки выпирает. Ладно, смотрите, что там было. Как я ломал прицеп, как я все переломал, сломал. Чуть не перевернул. Короче, смотрите. Ролик, наверное, будет длинный. Так что всем приятного просмотра. Давай попробуем вот так вот с жопой. А что, Камрюху вариант убрать? Вариант. В прошлый раз только такая фура пришел. У него машина здесь стала. И он убрал, он не смог сюда зайти. Потом он вот здесь развернул, вот такая фура. И потом зашел. Он взял. Пора другу сможет, нормально будет. Вот так сюда ближе подъезжаешь и начинаешь ломать. С той стороны, вот так. А, с той стороны, сюда. Да смотри, блядь, даже мне места не хватит, чтобы вот так сойти. Ну и, блядь, мне кажется, это бесполезно разворачиваться. Мне проще, блядь, так зайти. Ну я хуй его знает, зайду, не зайду, блядь. Блядь, не зайду, потому что я заломаюсь и мне выпрямиться не будет. Да, да, да. И ты постоянно будешь ломать, ломать, непосредственно. Вот этот столб будет, блядь. Двою ебку. Вот хуй ты, долбою ебку. Блядь, а что он не пускает? Я хуй его знает. Потому что все вот, знаешь, как вот так вот разворачиваются пустые. На одном ходу не выравниваются. И вот такие борозды получаются. Блядь, я бы развернулся туда, бы сдал назад. Да, 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 нормальный водитель так сделает. Да некоторые вот ломают, и вот такая хуйня получается. Как они нам здесь запретили, да, они грейдеры. Да что, ему 100 рублей пойти дать нам? Да, я бы ему сам дал 100 рублей. Он говорит, нет, нельзя. Камеры, шмаши. Нет, ну давай, я буду пробовать. Любому случаю грузиться надо. Давай попробую раскрутиться. Ну, вы, бля, посмотрите только за хвостом, чтобы я ничего не снял. Ты крутить не дай. Ну, поснимай, пожалуйста. А просто камеру просто так. Как я тут мучаюсь? Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну я вижу, что вроде целая То есть вот эти ветки Мешают, я не любитель Ездить по бордюрам, многие любят Да пофигу, типа не моя же машина Колеса при цепе по бордюру пускают Колеса боковые порезаны Нахрена она мне не надо, я хочу, чтобы у меня машина была целая И чтобы ко мне претензий не было по поводу машины Итак Ладно Да, развернулся Но Путем насилования колес Ладно, я пустой, а если бы я был гружен Путем насилования колес, путем вот этого рванья Всякого, развернулся Ну да, залез Это раньше я вообще не снимал Думаете, это первый раз, да это постоянно Это чуть ли не каждая погрузка Начинается с такого нервоза Я знаю, что в Барнову я приеду И процентов 99, там такая же срань будет Ну металлоприемки Это же не для фур, не для 16 метров Тем более не для 16 метров Сколько бы я не ездил по металлоприемке Постоянно срань везде Вот такая вот Хрен заедешь, все узко Да ладно бы, ну узко Я Вариант вот с этим человеком-сохранником Который, нет, нельзя тебе тут разворачиваться Если бы я там развернулся Вообще бы никаких претензий не было Даже вы бы этого ничего не увидели Ну развернулся, я там развернулся Спокойно заехал Как бы на то, что узкие ворота Ну ладно, слава богу Вижу в зеркала заезжаю Ну и ребята подсказывают Машут Как бы вообще вопросов нет к этому Ну то есть это нормально Что куда-то в узкие места ты заезжаешь Но фура, если туда заходят Как бы ладно Ну вот это просто меня раздражает Можете сказать там Давай, господи, что ты типа сейчас там Ну типа раз глагольствуешь Там зашел уже Ну да, зашел Но мне просто неприятно Мне не нравится, что путем Царапания машины Путем вот каких-то таких движений Которые приносят автомобилю вред Тем же колесам Разворачиваться на месте Я вообще никогда нигде на месте не разворачиваюсь Даже если прям широкое Ну участок, где я могу Развернуться так, чтобы у меня колеса Прицеп вот так вот по асфальту не волочились Я всегда там разворачиваюсь Или ищу момент, где я могу Вот таким движением развернуться Я никогда на месте не разворачиваюсь Я берегу машину Я стараюсь беречь машину Потому что это стоит машина Блин, как охеренный коттедж Больше 11 миллионов это все стоит Я стараюсь ее беречь Чтобы ко мне не было Ни от начальника колонны вопросов Почему тут или тут помяты, замяты Я стараюсь это делать И я постоянно ругаюсь на загрузках Где вот, ну, такие моменты Понятно, что моими руганиями Ничего ты особо не добьешься Ну как не добьешься Тоже вот помните ролик Где я там в коммунарке Пока машины не убирали Я не соглашался ехать Хотя меня там все толпой заставляли Да, поехали Вот все заезжают Пока они машины ряд не отогнали Я же не заезжал Я вот сел и сидел Ряд отогнали Я заехал, как бы добился своего Здесь, понятно, тут, ну, как бы Что, дерево я пойду пилить, что ли? Надо было его давно спилить уже Ну, короче, вот Больше всего у меня претензий Вот к этому человеку Который просто Ну, охранник, который на соседнем предприятии Который просто Нет, нельзя тебе тут разворачиваться Да мне грузят от машины По звуку, я думаю, понятно, что там пиздец Блин, я такой дебил Ну, я не знаю Многие я знаю, что относятся Ну, типа, не похер, не моя же машина Ладно, мне капец, как жалко это все Стопудово еще поеду Все, расшиперится в разные стороны Кстати, может, вы заметили В прошлом ролике я сетки снимал С фар На место поставил То есть вот эти крепления Они у меня уже давно все поломаны То есть они, ну, ничего уже не держат Смотрите Раньше у меня была сеточка Ой, сеточка Там доработать надо Раньше у меня была проволочка, которая постоянно ромалась А теперь хомути То есть Добавливаем И все И он слазит Открылась Помыл И обратно зацепил Еще плотно не прижимается Все четко Можно еще и гаечку накрутить Но она и так никуда не денется Да, вот тут надо подработать Потому что она подзадевает Я уже подгибал Подогнуть надо ее Посмотрите, что мне Павхак Кто-то с глушилкой стоит Короче, вон Сканя наша стоит Игорь стоит Сейчас покажу вам номер Многие из вас узнают эту машину Видите, канистра синяя стоит Мне место забронировали 020 Е Е О Кто гонял на этой машине? Сейчас я канистру пойду уберу Доброе утро всем Это Игорь Машина 020 Димкина Что, погнали? Выдвигаемся со стоянки Сходили позавтракали По царски яичнице Позавтракали В душ сходил вчера Вообще кайф Хорошая стояночка Вкусно кормим здесь Маяк Объездная Ангарская Едем, короче, с Игорем Вместе до Красноярска Он в Красноярске выгружается А я дальше на Барна Паре пойдем Ладно Доброй нам дороги Кафе заворачиваем Будагова Игорь говорит Насоветовали ему здесь Вкусно покушать можно Я, по-моему, здесь ни разу не был Попробуем Чем здесь кормят Пил-пил-пил-пил Короче, покушали мы Кафешка вообще пойдет Понравилось вкусненько вкусненько выезжаем стартуем дальше температура плюс один и местами 0 короче снежок идет как грязно очень на красноярцы посмотрели минус уже на ночь короче гололёдик будет как кафе вкусно нормально эти сковородочки взяли картошечка с мясом там со шкварками короче пушка пушка гонка салатик рублей 320 получилось она поехали работать дальше желательно докрасить это красноярска дайте посмотрим ганс прошли по сухому все четко вот после каннской снежок чуть подсыпает минус 2 температуру самая такая мерзопакостная погода дорога как сопля становится ну ничего я сейчас на подъемчик там под газол у меня 20 . виседол хорошо нагружена но не шлифует нормально вроде я в любом случае аккуратно скорость привел сбавили чуть аккуратненько идем щетками не чищу стекло сухое мне обзор здесь хорошего у вас был хватит чтобы неважно нам было в ноги поставил себе всего маленько так прохладненько не налипала как бы по планам до красноярска дайте там не доезжая красноярска стояночка будет и будем отдыхать если места будет едем короче аккуратно держит держим дистанцию все равно скользковат зима короче еще раз стали на стоянку вернуться ехать дальше он капец уже все скользко ничего не видно решили встать на стоянку и с утра выдвигаться снегу под навалило вот так присыпал все пара за прошу ну да дорога скользкая ночью делать поедем это 150 до красноярска сходил обход сделал что еще раз доброе утро 1 5 выдвигаемся со стоянки вчера не стали рваться до красноярска уже прям такой хороший лед сейчас я игоря вперед пищу чтобы он выскочил там а вражица такой хороший по уходам надо проходить не стали вчера короче гнаться снежок сыпит скользко у игоря еще и вес легкий то есть прям подкуксовывает решили вот встать на стоянку и отдыхать встать на сует снежка вот так чуть больше возьмем там уже накатано ну вот до красноярска где-то 150 будем выдвигаться потихоньку потихонечку поедем снега уже нет ну скользко да понятно скользкая зима Слушай, ну вон посыпано, да? Смотри-ка Я всегда говорю, если идешь снегопад, гололед, вечер уже темно, ничего не видно Встал на стоянку, утром, блядь, кдмки пройдут, песка хотя бы маленько накидают И ехать попроще будет Так что поехали потихонечку Зима, вот она, вот она зима Дорога прям вообще хорошо обработана Ну может где-то местами скользковата, но я ни один подъемчик не почувствовал Что, я пошел? Ну я короче не почувствовал никакой буксовки Дорогу здесь подсыпали Вообще здорово подсыпали Минус 3 уже, минус 4 мы утром встали Ну вот сейчас Минус 1 Ноль, вот самая жопа будет, она склизкая такая дорога будет Плюс 2 уже получше Да я говорю, вот в морозе задержался бы, минус 5, минус 7, вообще классно было Ну либо вот так бы обрабатывали Везде бы дороги Я прям приятно удивлен, что так дорогу обработали Я думаю, не, поедем по гололёдице А вот ближе к Красноярску Как бы, ну подъемчики посыпаны А так на дороге коркали, да Ну они сейчас заходили в подъем Он не посыпанный был Ничего, держит, не буксует, не пробуксовывает Щетки надо будет заменить Потому что куповые они уже все равно старые Полховато чистят Check the mic and make sure it sound right, boys Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Барации передали сейчас на Красноярску У меня в подъеме 4 машины висит Говорит, проход есть, но очень аккуратно нужно Посмотрим Чего же, блин, не посыпят-то? Там-то хорошо посыпано было, а здесь такие подъемы, спуски не хотят сыпать, не хотят. Поворотик у нас аккуратно, аккуратно, спуск, 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 аккуратно, не торопясь. А, конечно, как из пушки разгоняется. Впереди поворотик хороший. Да, вот здесь бы, конечно, перед поворотами бы посыпать, подъемчики посыпать. Знают же, что? Видите, как тормозили. Надо гасить скорость, прям хорошо гасить надо. Вообще лед, прям катушка. Наша сеть. Подними, чуть сюда, может, пойдет кнопка, которая уровень пола заставляет, и пониже. На Иркутск идете, у вас впереди машинка висит. Да, конечно, такой подъем хороший, блин, что не посыпит, ну, вот вообще-то сыр. Прямые, ровные участки посыпаны, подъем не посыпан. Ладно, аккуратно. Впереди вот тоже, ребята, карабкаются. Ну, гаваледица хорошая, минус пять, прям хороший гавалет. Там дальше, на Иркутску, ровные участки посыпаны. Так, короче, прижимаемся. У вас, парни, на Иркутске еще одна машинка впереди висит. Ну, может, уже вышла. Да, вообще, капец просто. Просто лед, корка льда на дороге, вот там нашлифовали. Ну, такие-то места, ну, ладно, прямой можно, да, как бы, ладно, там по прямой катишься, потихонечку катишься. Ну, подъем-то надо, спуск подъем надо, ухаживай. Вот, видите, по встречке аж. Надо аккуратненько его вперед отпустить. И, ну, просто на тормозах спускаюсь. Как бы, можно первое положение аккуратно пользоваться? Ну, ладно, скорость не такая большая. На Иркутск парни пошли, там две машинки у вас висит впереди. Проход есть, но узенький очень аккуратненько. , ну, ладно, вот, вот, вот. Иркутск парни. Вот, вот. Иркутск парни. Субтитры сделал DimaTorzok